Всем привет! Очередной выпуск. Я Linuxoid. Сегодня я расскажу о том, как быстро и не прибегая консоли определить, что ваш жесткий диск посыпался. Можно прибегая консоли, но я буду краток. Во-первых, как вы узнаете, что посыпался ваш жесткий диск изначально? Скорее всего это будет выглядеть так. Файловая система будет приведена в режим только для чтения. Ну, Linux-то продолжит работать, его ядро, но вы нифига не сможете сделать, потому что файловая система, если посыпался основной жесткий диск и повреждения пришлись на рутовый раздел, то кина не будет. Рутовый раздел будет приведен в режим только для чтения. Как точно узнать, что винт посыпался? Для этого достаточно из-под рута запустить программу G-Smart Control. Вот я ее уже запустил и прочитать состояние Smart под системы Smart для жесткого диска. Но это можно сделать и в консоли, но поскольку я сейчас хочу быстро и наглядно все показать, то показываю через графический интерфейс. Вот программа G-Smart Control. Мы видим два винчестера. Нас интересует этот. Сейчас мы посмотрим его состояние. Оп. Так. Сюда поместим. Вот смотрим вкладку атрибутов и вот уже у нас вот отмечается. Вот Offline Uncorrectable и Current Pending Sector Count. Вот этот вот Current Pending Sector Count это значение, что вот эти сектора не хило бы, чтобы винчестер их переназначил. Но вот в моем случае это не происходит. У меня эти сбойные сектора так и остались сбойными и не переназначенными. То есть система продолжает видеть сбойные сектора. Я пытался там через консольные разные штучки это дело побороть вручную, но у меня не получилось. И что делать в таком случае? Вот когда винчестер начал сыпаться, но им все еще хочется пользоваться. Мое решение было таково. Поскольку у меня сбойные сектора были примерно ближе к началу жесткого диска, я разбил жесткий диск вот этот вот посыпавшийся на два раздела. Большой раздел и маленький раздел. Маленький раздел я поместил в начало и этот маленький раздел он как бы охватил сбойные сектора. При этом маленький раздел не форматируется. Linux не хочет его форматировать. Вот. Но просто получается этот раздел он застолбил за собой пространство, куда попадая в сбойные сектора. А большой раздел там сбойных секторов нет и я могу им пользоваться. Вот такая печаль. Но тем не менее винчестер все еще работает. На этом все. Спасибо за внимание. Это была передача Я LinuxOid с Петром Семилетовым. Обязательно было так показать пальчиком и сказать, что вы смотрели. Конечно же. Всем пока.